Дримхак 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 Поймал кураж и залетел как надо Но Скажем так Он дает сейчас команде очень много А что может Насчет фаника сказать Фаник булка Ну фаник Я сейчас так пытаюсь вспомнить его игру Нет, но он хорошо в целом Вливается, то есть вот он здесь Его как-то затянуло вот в этот вот Когда у тебя все идет у команды И ты как бы играешь лучше Но вот лично я Если бы Как бы переживал за команды В которой играет фаник прям сильно Я был бы очень недоволен Ну потому что это не тот фаник Которого там два года назад мы все помнили Он конечно подсдал Последний там год, наверное Полгода Но Конкретно сейчас Он был не настолько плох Как он был в Na'Vi Пару месяцев назад Как же это жестко Ты с фаником сейчас обошелся Он конечно плох Но вот пару месяцев назад Еще хуже был, да? Ну вообще да Ну объективно посмотреть там Я не знаю, может мне так везло Но Но у меня только в голове Воспоминания о том Как он врывался там На Enigma Прожимая Blackhold'у БКБ Как он фидел на Фениксе Ну там не просто все было плохо А прям очень плохо Откровенно Вот сейчас У меня Ну наверное немножко вот это Впечатление конечно Играет Но сейчас у него нет Сейчас на самом деле Объективно вот в этих играх Он смотрелся нормально Не выделялся в плохую сторону В хорошую тоже Но в хорошую выделялся Очень сильно хвост Прежде всего В команде Empire Ну Empire Недавно понесли потерю От них ушел Silent И по сути Непонятно кто его заменит Есть Хвост Который сейчас с ними стендинит Есть Или Дан Который сейчас фриагент По сути Как думаешь Если так вот Посмотреть на нашу Современную сцену На свободных керри Кто хорошо бы заехал в Империю? Да Вот это вопрос Ну логично было бы Предположить что Или Дан Как бы вернется Может быть Хвост Заедет Ну наверное На данном этапе Хвост Или Дан Я сомневаюсь Что в ближайшее время Прям вот куда-то круто заедет Вот Ну просто мне кажется Он сам пока что Взял такой легкий перерыв Именно по этой причине Больше честно говоря И вспомнить то некого Прям вот Silent Он как-то был Таким фундаментом В этой команде Не знаю Кто его сможет заменить Ну тяжело Мне кажется Будет без него Ну на самом деле Я тоже так думаю Поэтому и вот Сохраняется эта интрига Потому что заменить Айрата полностью Точно не выйдет То есть Кого ты не возьмешь Хвостайли Или Дана Придется корректировать Стиль игры Ну в общем увидим Это будет довольно интересно А что думаешь Насчет нового состава ВП Который у них вот получился Кто заменит Милу В Team Empire Действительно Ну это знаешь Такой вопрос Его лучше за кулисами решать Как бы Новый состав ВП Ну Интересно они смотрятся Последние игры То есть как бы Silent Он конечно Другого плана Совсем кэрри Чем Илли Дан Он такой Более Стабильный Независимый Что ли Как мне кажется Хотя вроде как Илья наоборот Перестраивался в эту сторону А Найрата во многом Иногда играли Ну как показали Их игры Вот С кем они играли С Na'Vi И с Альянсами Ну хорошо Он смотрится Да и в целом Насколько я понимаю Там проблема была Не совсем в игре Или Дана До сих пор Я не увидел ФНГ написал или нет Почему они выгнали Или Дана Вот Но Он обещал написать Насколько я понимаю Там была больше Проблема такой Вот именно Командного духа То есть не конкретно Игры И не конкретно Там Плохой И Не конкретно Самого тимплея А вот именно Духа командного Мне так кажется Вот Поэтому я думаю Что Сайлента Ну если у них пойдет То почему бы и нет Он хороший кэрри Стабильный очень Для кэрри Это самое важное сейчас И в принципе Ему даже исполнение Такое крутое Не нужно Как Мы видим От мидеров сейчас Как-то побольше зависит Ну а у Сайлента Оно стабильно Хорошее Я бы сказал Вот Ну посмотрим Ну я считаю Что здорово У них все Слушай Ну мы с тобой Только одной команде Которые участвуют На этом турнире Не примали кости Пока Это Фосе Эл Как думаешь Вообще Каковы их шансы Это Вроде бы Изначально Был вообще микс И там играла куча Даже СНГ игроков В свое время Там Иван Скорбл И Габлак А тут они раз И преобразовались В такую европейскую команду Которая бы даже На лан вышла Как думаешь Каковы их шансы Конкретно Вот на гейм-шоу И в целом Вот В контексте Европейской сцены Ну шансы у них хорошие Они вообще Я считаю На турнирах Где нету Прямо таких Супер сильных команд У них шансы Отличные Потому что у них Очень сильные Исполнители Вот Но им многое Конечно не хватает Именно вот В какой-то такой Макроигре Но у них Очень сильные Какие-то свои стратегии Ну и суть Потому что На этом турнире Они только Империи проиграли Думаю Что они здесь Пока явные Фавориты Вот Будет интересно Посмотреть Что там В венерах Ну да На самом деле Матчи ждут Классные Я думаю Если говорить В целом Об устройстве Команды Отложим Все конкретные команды Поговорим О некой Абстрактной команде Каков ключ Успеха Как ты думаешь В доте Вот у нас С тобой в разговоре Пару мыслей Прозвучало На эту тему Первая мысль То что Одного скилла мало То есть Мало хорошо играть Чтобы быть Эффективным в команде Нужны какие-то Еще навыки В коммуникации Нужно вписываться В стиль игры И вторая мысль Что Просто Хороших исполнителей Мало Что очевидно Нужен еще какой-то Сильный лидер Капитан Вот Лост Там недавно Говорил на стриме То что Ключ успеха Это 4 жестких задрота И один классный капитан Как ты думаешь Вообще Это актуально В современных реалиях Или Никакой супер капитан Не нужен Можно просто Набрать 5 ХММР парней Высадить их Вот на сцену Лана И они всех порвут Просто Ну В любом случае Это должно работать Как команда Как правило Это работает Как команда Когда есть один капитан Вот Неважно Кто там с ним Главное Чтобы был один капитан Ну а дальше Чем лучше он сам играет И Чем лучше играют Его Тиммейты Тем Эффективнее Чем лучше Они друг друга дополняют То есть Тоже Возможно Там С игры На мейджоре Не хватило Того Что Кроме Пупея Там Никто и не думал Ну я не говорю Что так было Ну допустим Вот он один Все решает Вот не хватило Кого-то Кто бы сказал А давайте Вот это Попробуем А давайте Вот это Пришел на помощь Капитану А в некоторых Командах Наоборот Не хватает Того Чтобы кто-то Завалил В какой-то момент Вот И не мешал Ну Тут вот чтобы Как бы Индивидуальный скил Скажем так При равных При прочих равных Индивидуальный скил Он конечно Решает очень жестко Но Мы 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 Тоже Вырежем Если Взять Некую Команду В которой Все пять Игроков Хорошо Играют И являются Отличными Исполнителями То Насколько Зависит Успех Игры От пика В процентном Соотношении Ну На сто Ну То есть Если ты нормально Пикнул Ты можешь нормально Играть Если ты Пикнул плохо Ты не можешь Нормально играть Если две равные Команды Ну Очень сильно Имеет значение То есть Бывают какие-то Более жадные Стратегии Где ты Здесь сильнее Здесь слабее А бывает В целом Настолько неудачный Пик Что ты слабее На всех стадиях Игры И в конце Это ведет тебя Вообще В какую-то Пропасть Где ты не можешь Выиграть никак Ну Как вот сегодня Похожая ситуация Была с корейцами В первой игре Вот Думаю Что Пик очень важен Конечно Ну Как правило Такого уж Сильного Просчета Команды Не допускают Ну Скажем так В процентном соотношении Там Может быть Одну игр Две игры Из десяти Но Восемь остальных Они пикуют Более-менее Из этого следует Довольно логичный вопрос Но У нас в СНГ Очень большая проблема С капитанами Если объективно Посмотреть У нас нет капитанов Очень многие команды Проседают потому Что у них нет капитана Нави там меняли капитанов У тех же Empire Такая проблема наблюдалась Там Кто только не пробовал пикать А Прям уж капитана-капитана нет Как По-твоему Это можно решать? Нужно возвращать Старичков Типа артстайла Или нужно как-то Из молодых игроков Выращивать Новых там Молодых пупеев Что делать? Ну Нужно Всячески поддерживать Там Капитанов То есть И доверие им И от команды И от комьюнити Чтобы было побольше И поддержки Но Как бы Если так задуматься Ну да В СНГ немного А в мире что много Купей ППД Директор Я вообще Больше не могу Ни одного назвать Прям крутого Ну вот Флай так еще Хорошо заехал Но и все По пальцам одной руки Можно пересчитать То есть Это не для СНГ Феномен такой Это в принципе Ну их мало Хороших капитанов Это нормально Потому что Это действительно Ну Быть лидером Это непросто Их В истории Там взять Какой-нибудь Македонский Один Ведет за собой Тысячи Нету такого Что их тысячи Они ведут за собой По одному То есть Это нормально Вполне Просто тут Еще и вопрос Доверия Очень большой Но Я думаю Что Хорошему капитану Доверие Будет Есть конечно Исключение Когда там ФНГ не приживается В НАВИ По неведомым причинам Хотя капитан хороший С этим сейчас Никто спорить не будет Но Как правило Он не приживается В одном месте Но приживается В другом все равно Ну В принципе Это очень правильные мысли Я думаю На этом закончим Спасибо тебе большое За интервью Может есть какие-то Приветы Пожелания Приветы Всем кто посмотрел Это интервью Мне было очень приятно Его дать Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok